Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня, 20 декабря, в органном зале нашей родной и всеми любимой филармонии прозвучало необычное произведение. Автор Оливье Мессиан «Квартир на конец времени». Я могу сказать одно, что это великое исполнительское счастье прикоснуться к музыке этого произведения. И я очень рада и полна благодарности к великолепным харьковским музыкантам, которые согласились со мной исполнить этот квартет. История создания этого произведения необычна. Он был сочинен в стенках концлагеря. Но эта музыка не о концлагере. Это музыка не об истории XX века. Это музыка о много большем. Это музыка о духе человека и о том, что, несмотря на любые условия, его внутренняя красота, его духовный путь, он бесконечен. И когда он направлен в сторону совершенствования и приближения Господу Богу, то здесь и сама музыка об этом говорит, и она наполнена красотой, а не отчаянием. То есть мы видим в названии, что это конец времени, но в то же время это не конец, это начало, это обновление и возрождение души. Поэтому я думаю, что все слушатели, которые сегодня были на концерты, мы старались очень, но не почувствовали это. Они почувствовали силу, которая вливает это музыкой, которая дает стимул и желание жить дальше, в полноценной жизни развиваться и делать свою жизнь интересной и глубокой. Поэтому я еще раз говорю огромное спасибо нашим слушателям и зрителям, которые нашли в себе смелость в это карантинное время прийти, посидеть в зале вместе с нами, послушать и окунуться в этот мир счастья и гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok Я хочу сказать совершенно искренние и безграничные слова благодарности моим коллегам Руслану Каширцеву, кларонет, Марии Барановской, скрипка, Владимиру Федорову, анчелу, которые согласились, сегодня были на сцене. И отдали тоже часть своей души, духовных сил, чтобы эта музыка как можно плотнее воплотилась в звучание и наполнила этот зал, кстати, очень прекрасный, акустический и во всех дизайнерских отношениях, этим светом и этим стремлением к счастью и гармонии. Мессиан у нас в городе звучит уже 30 лет. Первый раз его произведения стали исполняться в 90-м году, 20-го столетия. Это был сложный период, потому что Мессиан был запрещен. Ноты его не издавались. Запрещено было, потому что его творчество в основном несло в себе религиозное направление. И как раз я была одним из первых исполнителей его музыки. Ноты и записи, при том, что тогда не было ни интернета, ни других источников, очень было найти трудно. Но желание есть желание. Поэтому благодаря этому уже 30-летию Мессиан потихоньку входит в наш город, его начинает понимать, любить и приходит на концерт. Поэтому еще раз огромная всем благодарность. И я думаю, что мы еще встретимся в зале и с музыкой Мессиана, и с музыкой других прекрасных композиторов. Сегодня мне повезло побывать на концерте камерной музыки, где прозвучала очень интересная и неординарная композиция в исполнении талантливых музыкантов. Я думаю, что концерты с такой тематикой тоже необходимы. Интересно было бы послушать что-то подобное еще на этой сцене. Спасибо. 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 Спасибо.